Помните ли вы, как вы в детстве играли в магазин, и у вас были какие-то денюжки в виде листочков, вы на них приобретали какой-то там песочек или какие-то камушки? Экономическая деятельность сопровождает всю нашу жизнь с самого рождения. Вы наверняка помните свое первое удивление от того, что то, что вы считаете ценным, почему-то другие ценным не считают. И нас до сих пор удивляет то, что некоторые считают ценным то, что для нас не имеет никакой ценности. Наконец-то блокчейн дает нам возможность создавать свои личные ценности и приравнивать их к ценностям других. И мы теперь можем узнать, чьи ценности действительно ценны и почему они действительно ценны. Но начнем с того, что на самом деле понятие ценности – это понятие крайне относительное. Например, в пустыне ценность глотка воды может превышать любые другие материальные ценности, которые в городе дадут вам тонну воды. То есть понятие ценности, оно меняется со временем от одного пространства к другому пространству. И есть такие пространства, в которых эти разные ценности встречаются в одно и то же время. Когда дети встречаются друг с другом и начинают играть в магазин, они как раз и совмещают какие-либо ценности из разных пространств в одном пространство времени. Первое совместное объединение пространства и времени ценностей – это рынки. На такие рынки приезжали люди со всех сторон, чтобы привести какие-либо ценности и сопоставить их друг с другом, произвести товарообмен. Товарообмен материальных ценностей требует материального присутствия, потому что никто из нас не хочет приобретать кота в мешке. Появление цифровых ценностей кардинальным образом изменило характер товарообмена, потому что для торговли цифровыми ценностями нам нужно не материальное пространство, а цифровое пространство. Но при этом нам все так же надо находиться в этом цифровом пространстве в одно и то же время. Блокчейн дал нам возможности выпускать цифровые аналоги на любой материальный или даже нематериальный продукт, товар, сервис, в общем, что угодно. Благодаря токенизации мы можем совершать обмен материальными ценностями при помощи цифровых ценностей. Мы можем обменивать одни цифровые токены на другие цифровые токены, но эти цифровые токены соответствуют какому-либо товару или сервису в мире материальном. Каждый из нас может выпустить такие токены на что угодно. Вы можете выпустить такие токены на свой труд художника или на свой труд разработчика, или вы можете выпустить токены на булку хлеба. Самое главное, чтобы цифровой токен полностью соответствовал тем характеристикам, которыми обладает материальный объект. То есть, если вы выпускаете токен на булку хлеба, а у булки хлеба есть срок годности, значит, что и у вашего цифрового токена тоже должен быть срок годности. Это значит, что при появлении булки появляется токен, но когда срок годности булки истекает, ваш токен должен сгорать. Более того, это значит, что если вы предоставляете токен на ваши услуги, как услуги разработчика или дизайнера, это значит, что продолжительность жизни этого токена должна быть приравнена к вашей продолжительности жизни. Но в то же самое время, если вы разработчик, который создает программный код и выпускает токены на этот программный код, мы прекрасно понимаем, что программный код может жить вечно. И поэтому токены на программный код могут существовать точно так же вечно. Но самое интересное, что мы можем выпускать токены не только на то, что существует в данный момент, но также на то, что будет существовать в будущем. На самом деле, все мы живем в экономике ожидания. Мы ожидаем, что в будущем что-то будет очень ценное, поэтому мы начинаем ценить это прямо сейчас, еще до того, как это что-то появилось. Например, когда нам говорят, мы выпустим новую машину, мы выпустим новый сотовый телефон, делайте предзаказ, заплатите нам уже сейчас за то, чего еще не существует, а вот когда это появится, вы получите это первыми. И самое интересное, что можно токенизировать такие предзаказы, и можно создать токены на то, что только появится в будущем, и уже сегодня в этом цифровом пространстве времени торговать эти токены к каким-либо другим токенам. Вообще по-умному это называют фьючерсы. Вот как так получается, что у Форда там есть 500 заводов-пароходов, они выпускают тонны машин, а у Тесла есть там парочку заводиков, и они выпускают, ну, несколько там машинок, и при этом Тесла стоит много, а Форд стоит мало. Все это происходит из-за экономики ожидания. Мы уже сейчас ожидаем, что в будущем у нас не будет машин на двигателях внутреннего сгорания, а будут машины на электродвигателях. Поэтому уже сегодня мы продаем акции Форда, и приобретаем акции Теслы. Несмотря на то, что у Форда уже вся инфраструктура готова, а у Теслы еще пока ничего нету. Но мы прекрасно понимаем, что у Форда будущего нет, а у Теслы есть. Именно экономика ожидания является главным препятствием на пути к тому, чтобы сделать криптовалюты денежными системами всех государств. Государства не могут просто так сказать, вы знаете, мы решили внедрить криптовалюту в качестве внутренней валюты, и вот у нас через год будет наш криптофиат, а вот от наших бумажных фантиков мы избавимся. Что это значит? Это значит, что уже сегодня цена на эти фантики упадет вниз, и все будут пытаться приобрести криптофиат, который вступит в силу только через год. С точки зрения государства, сказать сейчас, что мы будем принимать криптовалюту в будущем, это лишить себя тех вымышленных фантиков, уже сейчас. Точно так же на экономике ожиданий спекулируют всякие провидцы тысячи иксов, которые рассказывают вам, возьмите сегодня эту монетку по 0.25, продадите ее за икс 10 через какое-то там время. Почему они все это вам рассказывают? Потому что есть конкретное ожидание. Сегодня вы приобретаете что-то, что будет в будущем стоить намного дороже. И именно на этом ожидании цена начинает расти уже сегодня. То есть, если я знаю, что в будущем монетка будет стоить 100, а сегодня эта монетка стоит 1, но уже по 1 все монетки раскупили, обязательно появится кто-то, кто захочет перекупить эту монетку за 5, чтобы потом ее продать за 10. Таким образом, у нас появляется некоторая цена ожидания. То есть, ожидание того, что монетка будет стоить 100, повлияет на появление перекупщиков, которые будут готовы перекупить монетку за 5 или за 10. Но вряд ли это приведет к тому, что появятся перекупщики, готовые взять эту монетку за 50, чтобы продать ее потом за 100. С ихней точки зрения, Х2 это недостаточно много. Самое главное, что теперь у каждого из нас есть простые инструменты, благодаря которым каждый может создать свои токены на что угодно, и, более того, переместить их в одно цифровое пространство, чтобы в одно время обменивать свои цифровые ценности на чужие цифровые ценности. Появление Juno Network открыло новую веху смарт-контрактов в экосистеме космос. И на Juno Network появился очень простой инструмент для создания своих собственных токенов. Он называется Juno Mint. И более того, те токены, которые вы создаете на Juno Mint, вы потом можете торговать на Juno Swap. Juno Network дает огромное количество инструментов и возможностей для создания и обмена своих цифровых ценностей. А вот к чему вы приравняете свои цифровые ценности, вопрос уже к вам. Например, я, как валидатор, решил создать токены валидатора PostHuman и приравнять ценность этих токенов к 1% доходности с валидатора PostHuman. А если у вас есть какой-то свой бизнес, то ничто не мешает вам создать свои токены и приравнять их к 1% прибыльности с вашего бизнеса или к 10%, а может быть даже ко всем 100%. Все, что вам для этого надо, это создать свои токены и создать вместе со своими токенами пул ликвидности, где с одной стороны вы положите свои новые токены, а с другой стороны положите ту ценность, которой вы хотите приравнять свои токены. Самое интересное, что с обеих сторон пула могут быть токены, которые создали вы, приравненные к токенам, которые создали вы. Самое главное это быть честными перед самим собой и всегда исполнять обязательства, выданные по своим токенам А специально для тех, кто очень сильно переживает, что вдруг у них что-то с первого раза не получится На JunoMint существует подключение с тестовой сетью Когда вы можете сначала создать свои тестовые токены, тестово попробовать их создать, тестово их попробовать поторговать И если у вас все получится в тестовом варианте, то смело запускайте свои токены в основной сети JunoNetwork А если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фарклок, у которого наверняка скоро тоже появятся свои токены А я пошел пополнять пулы ликвидности уже своими собственными цифровыми ценностями Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!